В Астане стартовал прием заявок на льготную ипотеку для работающей молодежи. Поучаствовать жители столицы в возрасте до 35 лет могут, не выходя из дома. Для этого им достаточно зайти на сайт КТСО «Жилфонд Кейзет» и прикрепить все необходимые документы. Успеть сделать все это необходимо до 6 июня. Основными условиями участия программы является то, что у него должна быть адресная прописка. За последний год в городе Астана постоянные стажи работы, выбранные сферы деятельности не менее одного года. Соответственно, отсутствие жилья на праве собственности. Также еще учитывается то, что у заявителя должно быть 1,8 млн депозитов от послабанки. И возраст до 35 лет будет отбираться по бальной системе. Бальная система идет от наибольшего к наименьшему. За каждый полный рабочий год заявителю присваиваются 5 баллов. За неполный – 3. Если у участника есть инвалидность или он имеет на попечении ребенка с особыми потребностями, то ему дают сразу 10 баллов. Более подробные условия молодые жители столицы могут узнать на сайте жилищного фонда. Там же есть полный список необходимых документов и порядок отбора. Как только в Акимате завершат прием заявок, в течение 30 дней будут проверяться все документы и уже после начнут уведомлять тех, кто стал счастливым обладателем льготной ипотеки. Всего таких будет 200 человек. А вот если вдруг кто-то из них не найдет за 60 дней подходящего жилья, то право купить квартиру по программе Елёрда Жастаро перейдет к следующему участнику списка. На сегодня интерес к этой программе проявили уже больше 300 человек. Отмечу, что стоимость покупаемого жилья не должна превышать 18 миллионов тенге. По словам риэлторов, сумма небольшая, но все же приемлемая. До 18 миллионов касательно первичного жилья выбор будет крайне небольшой, так как требуются жилые комплексы с наличием гарантии КЖК, где можно кредитоваться. Тут больше, конечно, вторичный рынок. По вторичному рынку я могу сказать, что на левом берегу это будет, скорее всего, однокомнатные квартиры, либо двухкомнатные квартиры в каких-то социальных домах, не в каких-то там бизнес- или комфорт-классах ЖК. Продолжение следует...